здравствуйте дорогие друзья доброго времени суток ну что это мой рыжик и блондинка вы на нашем канале и мы находимся в нижнем новгороде гостиницы шаратон у нас же второй день сегодня мы уже сдали сейчас а гостиница а завтра сколько стоил номер о нашем первом дне как мы сюда ехали смотрите в предыдущих видео он даже в шикарном настроении всех с рождеством 7 сегодня 7 января и мы идем на нижегородскую новогоднюю ярмарку в этом году нижний новгород столица нового года и рождества да поэтому мы сейчас туда пойдем пешком а можно доехать на метро до станции стрелка можно доехать на общественном транспорте а можно дойти пешком на общественном транспорте примерно 20 минут 25 плюс там еще да и надо будет пройти идти пешок пробки идти пешком где-то минут сорок в общем мы да очень плотно завтракали поэтому решили немножко растрястись и прогуляться так что пойдемте приведем 7 января рождественский день вместе с нами будет на меня потому что вы цепятся сами но потому что смотрите можно пойти обходными путями точнее по центральным улицам но это будет дольше здесь можно пройти дворами и немножко сократить путь а так смеется потому что всегда это обычно какое-то приключение вот ну я во первых мне первый раз не жим новгороде заблудиться здесь нельзя вспомнил мы с тобой жили вот там вот и как-то первый раз когда ты поехали небольшой мотыльчике все эти ходы и выходы куда и как можно пойти вот уже так нам не сюда вот того это не сюда ведет поэтому у нас времени полно заблудиться здесь невозможно так что опять-таки на 8 на 800-летие мы с помощью ходами ходили лишь бы обойти кордоны там всех но представьтесь тоже все идут креативная елка да вообще мама идет ругается нет я не ругаюсь на гудит а я знаю что мы идем правильно красивая такая лестница мне чем нравится нижний новгород а что тут на таких холмах расположены здесь очень много красивых видов а нет мы в другом храме были мы внутри кремля были мы в кремле были проходим мимо дом где жил горький продала раньше так музей на судя по всему не работает я могу сказать что с энной попытки рыжуля вывела нас в этот раз окольным путем очень быстро и мы сократили где-то минут 15 нашего времени пройдя по ее пути так что дорогие друзья нет и яндексу не ну просто мы скажем так мы могли бы пойти обратно на пешеходную улицу выйти кремлю пойти народу полно до пойти вдоль стен кремля спуститься вниз получается выйти на вторую пешеходную улицу и пройти по ней а сейчас по факту фактически мы уже к самому мосту ну а здесь такой есть мост который на закрывался на 800-летие если посмотрел наше видео мы пытались найти локацию где и мы со второй пешеходной улице находится внизу и честно не помню как называется пошли за толпой куда-то вот вверх в горку и выше выше как раз вот к мосту который находился вот сейчас покажу я вам его это примерно где-то с середины нижней пешеходной улице но главное я говорю где-то мы минут 20 сократили да и главное мы идем без людей по чистому снежку они по соли и не толкаемся локтями это не мост через реку это мост через овраг чтобы вот оттуда туда переходите не вот так вот сделали так поняла этот мост может раньше катерика была но я помню что вот этот мост перекрывали много много-много было вот и все даже на буграх и вы даже с этих бугров пытались согнать людей ну да чтоб денежку платили а мы вот здесь вот поднимались до середины дошли мы поняли что мы пойдем к вам обратно кремлю да и не прогадали да это типа смотрового так ну да 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 вот через этот овраг между домами наверно да 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 но в общем на этот мозг кэш потом поднимемся когда-нибудь когда приедем сюда летом уже посмотрим мусоровой ну здесь красиво конечно я представляю как с него был бы виден салют а потому что вот там стояли баржи и всех стремились на этот мост который в принципе то и закрыли но наверное он хлипкий если большое количество народу на рухнет от залпов мы вот оттуда вышли как раз вот господи мое мореходство львов судоходство да портовая такая часть где ты говорила я очкую смотрите наши выпуски с нижнего новгорода 800 ну а мы идем вон туда вот дорогие друзья мы только что вот зашли по тут церковь рождественская церковь я внутри чуточку кусочек показала вам потрясающий храм настолько вот он каждый какой-то прям старинный старинный нам потрясающая атмосфера даже написано было петр первым сейчас вот сбоку напишула просто вот души советую если вы в нижнем новгороде зайти в этот храм там такие старинные иконы таки так такая роспись старинная я прям в диком восторге так раз информация об этой церкви представляет она была построена аж 1697 1719 годах я прям вообще ну потрясающе внутри иконостас тончайшей резьбой и живописью строгановских мастеров являются одним из наиболее выходу художественных в россии ну что друзья теперь мы продолжаем свой путь и уже вот там вот мост через реку и все мы на месте да и мы дошли до ярмарки так что идти в общем то здесь не так далеко поэтому ну не знаю если смысл ехать на транспорт обратно конечно поедем такси потому что обратно уже идти в горку это не так вот комфортно как и сбора горки очень даже как лапки скатили после завтрака очень интересное кафе какой-то фасад мне понравился прям такой красивый фасад прям очень красивый фасад кстати а вот в эту флористическую в магазине мы покупали когда с юлька здесь были а помощь я привезла этот господи в серединке вы такие такую засушенную цветочки как они называются до туда привезла их до моста получается вышли мы вот стой улице можно было также доль набережной пройти немножко дольше но тоже можно было получать поднимаемся на мост и вот нам на ту сторону вопрос почему нельзя здесь было почистить и реально это просто жизнь мы любим квесты проходить вот квест пройти через год ну это просто здесь красиво я не спорю блин жесть в общем идти зимой через мост было большой ошибкой это я признаю но я честно не предполагала что там будет так грязно и не будет так чищено это конечно звездец мы дошли вымотанные но дошли а я столько не съела я столько не скипал как мы по этому мосту шли да это хороший такой фитнес был так это вот но получается ярмарочная площадь ярмарочная какая-то баба маркет карусель каток трибуна села для новогодней ночи печь фудкорт резидент деда мороза документ посетитель мероприятия мультипас да мы его не взяли а так правило но судя по всему и сейчас вообще эти дети сообщение проверяют а так у нас есть первая интересная вещь чтобы сидеть погреться новогоднюю ночь это вещь классная да 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 я помню у меня было такое но я в детстве как-то лизнула кончик языка себе оторвала потом долго я возлечила причем я очень долго боялась сказать родителям что не будет кончик языка а потом вот так и сказала мне его но вылечили уже быстрее ну да надо не бояться но я боюсь ругаться будут да 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 она прикольная вещь посидеть классная холодненькая оттаивает где-то монетки видимо это делал олени прикольные такие оленяшки с ним фотографируется это лес елок и так предлагаю наверно ничего подсвечиваются вечером до красиво наверное да ну прикольно такой лес елок что у нас по уличные идеи начнется с глинтвейн также кофе носит по цене вполне нормальная стоимость кофе есть какие-то пироженки так здесь у нас тоже кофе есть различная выпечка даже под авторские любит кофе с роматом рома корица и гвоздики интересно а также всякий сэндвич и хот-дог еще одна палачка тоже новогодний меню кофе а через авторские латте кедровый кундучный и миндаль и глинтвейн 200 рублей 250 рублей смотрите есть еще чебурек и кофе тоже кофе и чебурек 200 рублей пончик пряник здесь уже что-то такое сытнее ребра барбекю скумбре с лимоном бургер горячо кукурузы чай а глинтвейна уже нет ведь зачеркнуть да но это сэндвич и до всякие пунши сия ягодные есть сэндвич и сырный до поближе подойду вам покажу вот так вот вот для вода газировка какао с маршмеллоу и вот такие вот сэндвич и елка между прочим по моему настоящая елка обалдеть смотрите реально настоящая хорошая елка какая прелесть да 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 я вижу вон там наверху шишечки а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее Да. Я думаю, install DimaTorzok Здесь было просто грандиозно Но сейчас оно уже заканчивается Д emerges Даяла в одну остановку на общественном транспорте На метро мы не пойдём Да не трейдеть. До метро его JapanTorzok Aí всё перед договором пойдем сейчас садим на автобус и доедем через мост с одной остановки. Через мост пешком уже больше не пойдем. Ни за что. Смотрите на эту довольную мину. Даже мы доехали от ярмарки, сели на автобус. Прям вот две остановки. Да, да. И вот мы уже наверху у Кремля. Не надо вверх подниматься, не по лестнице, никуда. Я в восторге. Главное, можно было сесть и до ярмарки так же доехать, а по мосту не перед. Ну, я не знала. Нет, ну, согласись, изначально путь наш был хороший. Вообще отличный. Мы зашли в шикарный храм. Все было хорошо. Но кто же знал, что здесь не чистят мосты? Вот у меня даже в голове не укладывали. Как можно было бы не почистить? А так было бы неинтересно. Сел на автобус доехал, сел на автобус обратно приехал. Ну, неинтересно. Без приключений же как-то, как так? Вообще супер. А когда мы доехали обратно, вот так вот быстренько, скоренько, но только из-за того, что были приключения, ты понимаешь, какой кайф вот так сесть на автобус и доехать. Мы дошли до Чикаловской лестницы. Вид сверху. Конечно, вид сверху мне нравится больше всего. Вот. Я предполагала, что мы можем попасть туда вот вниз на остановке и уже потом оттуда подниматься наверх. Но нам повезло. Мы сразу оказались наверху. Вот эта вот точка, это как раз вот канатная дорога. А, ну, канатная дорога, кстати, мы бы могли сейчас на этом опустили. Да, до канатной дороги, да, и прокатиться по ней. Ну, я думаю, что там сейчас тоже дорога будет. Ну, мне кажется, потом как-нибудь летом мы приедем обязательно. Не так холодно. Не знаю. Ну, вот сейчас, конечно, все замерзшее. Когда она не замерзшая, здесь очень тоже красиво все это выглядит. Ну, и сейчас очень необычно. Вот такой вот Нижний Новгород я еще не видела. Ну, что, мы вернулись на нашу пешеходную улицу. Ну, ой, смотрите, какие здесь. Я даже не знаю, кто это. Бабочки. Кто вы? Гномики. А вы кто? С Рождеством. Мы с Рождеством. А гномики. И вас с Рождеством. Классно. Мы хотим вас фотографироваться. Нет. Нет, спасибо. Спасибо большое. Вы красивы. Спасибо. Вы с Рождеством. Ну, не можем мы по-другому. Вообще, в России мы в Богемию. Ну, да, в мой любимый магазин. Вот, я купила подарок у меня у коллеги. День рождения было вчера. Я и купила подарок. Расплатилась с карточкой. Значит, мне приходит смс, что мне деньги списали. На терминале везде, что ошибка. Причем эта ошибка у них уже не первый раз вылетает. И чек у них не вышел. И чек не вышел. Я, значит, они звонят в себе. У них Сбербанк. Я звоню к себе в АТБ. Мне менеджер... Ну, Сбербанка, ВТБ, сами понимаете, да? Вот, мне менеджер, ну, как бы круглосуточная привилегия всегда очень быстро отвечает. Они проверили, да, деньги у вас списали. Они висят на исполнении и ждут подтверждения от банка-получателя. Это может как там в течение суток, так и до 10 рабочих дней. Если в течение этих рабочих дней подтверждения от той страны не приходят, то вам деньги возвращаются. То есть они разблокируются, возвращаются обратно. Здесь, значит, в магазин пытаются звонить до эквайринга Сбербанка. Очень... Я уже поговорила. Те сбрасывают, их сбрасывают. Вот, в итоге им говорят, типа, ну, вы пробейте что-нибудь еще по картинке? Как мы должны пробить? У нас покупатели пока вот, да, их нет. Они такие, типа, ну, мы вот видим, что оплата была, но прошла она до конца или нет, мы сможем вот только тогда, когда вас пройдет следующий покупатель. А следующий покупатель у них, может быть, в течение дня. Ну, как бы... Мы, наверное, единственные были. Вот, они, типа, ну, пусть мы дождут. Они такие, кто даже? Турицы должны стоять и ждать, пока мы кого-то еще... В общем, они нас отпустили. Чек, конечно, мне дали, а у них есть мой контактный номер телефона. Я записала контактный телефон управляющий, вот, что если вдруг мне деньги вернутся обратно, либо не что-то пройдет не так, то... Все как всегда. Будем надеяться, что все пройдет. Так что мы не можем, мы не можем. Но подарок мне отдали. Надеюсь, подарки понравятся. Здесь уличные артисты. Это кидают жонглеры, жонглеры. Да. Ну, такие вот маленькие небоясные точки. Наш отельчик вот там вот. Вот, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, похолодало. Поднялся ветер и прям так похолодало. Вчера гораздо было, да. Нам вчера вообще с погоды повезло. Был такой шикарный снегопад, тихо, падает такой большой крупный снег. Было тепло, ну в общем, кайф. На сегодня, да. Вот так вот. Кайф, после холода, холодной улицы. Мы вернулись в отель, забрали свои чемоданчики вон у нас стоят. Сейчас пьем горячий чай. Сейчас, конечно, погнеться к маме. Но уже ключ-карты у нас туда нет. Я бы сейчас глинтвейн поднялась с удовольствием. И глинтвейнчику сейчас бы я выпила. Это было бы вообще шикарно. Потому что у нас пропультики. Кажется, мы там еще не все успели попробовать. Ну, наверное, на этом мы завершим нашу трансляцию из Нижнего Новгорода, новогодней столицы. Россия 2021-2022. Нам осталось сейчас вызвать такси и доехать до ЖД вокзала. Да. Поэтому на этом этапе, наверное, мы с вами попрощаемся и скажем вам до свидания. До новых встреч. Мы завершаем наше мини-путешествие. Да. И хотим вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. И хорошего настроения. Да. И помните, что хорошее настроение мы создаем всегда себе сами. Да. Пока-пока. Пока-пока.